Культ поход 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 в этом году будет праздноваться всемирный день джаза и в каком городе каком городе и и какого апреля как он какого апреля в апреле 30 дней напоминаю до 30 дней совершенно верно а попыток у вас будет две только но мы обычно 2 сегодня мы сегодня уже 13 поэтому из 30 дней осталось всего 17 и в общем 17 и все равно угадает да я думаю да итак начинаем наше общение с вами наши слушатели какого апреля и в каком городе в этом году будут отмечать всемирный день джаза а как будут отмечать кстати будут отмечать на музыке огромным концертом на сцене мариинского на новой сцене мариинского театра это в неаполе где-то да это где-то в неаполе да по-моему да я так вот я прокололся позвонил добрый день мы слушаем вас александр ну что давайте попытка ну я думаю что в городе вятка 21 но на самом деле это самый неправильный ответ который можно было себе представить приду давайте еще одну попытку давайте еще два саше 21 апреля вычеркиваем ну господи то любую цифру назовите до 30 от от 13 14 до 30 не угадали не угадали ну ладно будем ждать будем ждать александр вы пытаетесь счастье еще да вот ну а мы что продолжим тогда ежегодное событие я читаю в википедии организованное юнеско даже чтобы отметить чтобы рост уровня информированности международной общественности о джазе как осили которая способствует миру единству диалогу и расширению контактов между людьми это огромный культурный пласт это все правда и вот у нас хотят еще попробовать попытать счастье добрый день добрый день взрослые как вас зовут ирина ирина ну как вы думаете когда будем я думаю что 30 апреля мариинский театр а город мариинка мариинка где у нас находится мариинский театр не волнуйтесь не волнуйтесь о но это бывает но мы вас ответы но начали да вы правильно сказали да так что не волнуйтесь в москву или питер пикер да все правильно это что мы поздравляем вас да все 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 правильно да нас в северной столице 30 число понедельник на самом деле целых три дня будет праздноваться 28 29 и 30 и съедутся огромные звезды просто звездищи мировые джаза так что я думаю туда уже не попасть в любом случае но трансляция будет на весь мир это точно что вы выбираете вы поздравили галерея прогресса 21 18 владисвар на дешан там будет выступать удивительный мульти инструменталиста хорошо не кладите пожалуйста трубку мы передаем вам вас нашему редактору и ваших кардинок пожалуйста оставьте что все это рок-н-ролл все это рок-н-ролл сегодня в семи радио рок-н-ролла и я поэтому выбрал музыкальные примеры из одной из самых таких самых грязных и настоящих рок-н-ролльных групп rolling stones тем более что одна из дат как раз совпадает вот я попрошу фрагмент а потом задам вопрос а у нас там с музыкой фрагмент а понеслось как говорил герой швайцнеггера в красной жаре хулиганы хулиганы да но они хулиганы по жизни вот и тем не менее эти хулиганы вот именно в этот день 13 апреля шестьдесят седьмого года впервые в истории рок-н-ролла оказались с концертом за железным занавесом на территории социалистической страны это был шестьдесят седьмой год вопрос простой в какой из стран в каком из городов они выступили 13 апреля шестьдесят седьмого года три варианта ответа это был восточный берлин это был будапешт или это была варшава варшава будапешт и восточный берлин вообще они самое интересное не хотели в москве выступать и от менеджера рейнсона осталось такое воспоминание он говорит это был самый короткий телефонный разговор он звонил министру культуры фурцевой он долго объяснял зачем они собираются приехать ответ был очень короткий никогда после трубка была повешена и до восемьдесят всего года они к нам две попытки у вас две попытки мы напоминаем добрый день здравствуйте здравствуйте ну где же выступили олег дозвонился нет михаил простите мы уже путаем слушателей я думаю восточный берлин первая попытка не удалось остались будапешт и варшава осталось будапешт и варшава и варшава ну давайте соберите варшава правильно совершенно верно они приехали в польшу в польше дали прекрасный совершенно концерт вы угадали ну и что же со второго раза что хотите выбирайте правильный ответ я не слышал да можно могу пообщаться хорошо хорошо давайте мы передаем вас нашему редактору пообщайтесь время не будем терять у него тоже список призов есть ну и я успеваю видимо задать вопрос у меня тоже посвящен всемирному международному дню рок-н-ролла сейчас будут несколько отрывков у меня композиции отечественных рок-исполнителей вот там прозвучит несколько слов а я вам предлагаю продолжить понятно продолжить прозвучит а вы продолжаете пожалуйста первый отрывок оп когда нам было что же нам было сказал евгений маргулис пропел давным-давном когда нам было когда нам было продолжить продолжайте но это легендарный блюз шанхай собственно да мне кстати нравится это веяние да николай я николаю донецкому говорю там известные рок-музыканты такие старички они уже в интернете выкидываю выкладывают ролики как играть композиции прям на пальцах объясняют вот смотрите и в том числе в том числе маргулис сделал видео а что это полезно по этой песне вот смотрите как я играю вот чтобы там не мучились сами не подбирали алё добрый день добрый день как вас зовут николай николай когда нам было когда нам было светло в рифму почти вот в рифму да в рифму попадаете но вы время простите уходит к сожалению давайте мы следующий звонок будем принимать а вы попытку еще сможете сделать там дозвониться ой что-то я не ожидал что так трудно то будет ну да да давным давно когда нам было когда нам было безразлично тихо тихо алё здрасте как зовут вас меня зовут людмила да дальше продолжать когда нам было все равно что пить с кем жить как быть и время проходила хай-фай да да ну вот добились мы правильного ответа да выбирайте быстро что хотите получить вы меня соединили с вашим а хорошо хорошо давайте ладно с редактором нашим общайтесь пожалуйста так перерыв нам на рекламу культ поход сегодня в культ походе у нас организатора международного музыкального фестиваля джаз-вятка 2018 николай донецкий стартует фестиваль 15 апреля про события собственно 15 16 18 числа мы рассказали остались 18 19 20 соответственно как сказал николай самые главные остались дни самые видимо насыщенные да разумеется три самых насыщенных дня и начнем мы с 18 апреля концерт носит название бразилиан джаз энд босса нова к нам приедет из бразилии замечательный музыкант жоан дер сандес и он выступит со своим трио на сцене ресторана гауди и покажет всем нам как нужно играть настоящую бразильскую босса нова самбу и бразильский джаз но это все на мой взгляд прекрасно сочетается прекрасно сочетается представляю себе атмосферу этого вечера я хочу уже туда этот стиль музыки ворвался на мировую арену так скажем в середине 60-х годов и до сих пор босса нова придуманная антонио карлосом жабимом и благодаря прекрасному американскому скосфонисту стэну гетсу стала популярна до такой степени что могла ну я думаю что конкурировать с многими рок исполнителями и поп исполнителями и сейчас и рок и поп исполнители используют босса нову как основу своих песен то есть именно вот этот ритм босса новой николай наоборот самое интересное еще многие исполнители берут классические рок-н-ролльное произведение и исполняют их босса новая гармония и босса новой и даже тот же от роллинг стоунс который мы слушали в босса новая великолепно звучит послушал с огромным да есть альбом роллингс босса что-то вроде этого вот билеты спрашивайте в ресторане гауди также на кассах руд прям врываетесь и спрашивать но действительно это очень там где продают билеты в торговом центре глобус наверняка продавать да 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 и в гринхаусе тоже скорее всего будут они вот итак 18 апреля 20.00 жоандер сандос трио настоящий бразильский прекрасный джазовый музыкант 12 плюс это как и ограничение данного мероприятия и всего фестиваля да напоминаем 19 апреля отдельная моя гордость на летнем фестивале джаз вятка который проходил в августе если я не ошибаюсь мы организовали джазовый оркестр под названием джаз вятка big band вот и 19 апреля в ресторане гауди джаз вятка big band под управлением владимира наговицына прекрасного дирижера выступит в ресторане гауди это будет большой концерт оркестра 20 человек на сцене включая замечательных солисток алену кошкину и викторию масленникову вести концерт буду я так что друзья будет много историй про джаз будет много прекраснейшей музыки билеты совсем недорогие на этот концерт приходите и получить удовольствие от прослушивания традиционной джазовой музыки 40-х 60-х годов и 20 апреля у нас и закрытие фестиваль 20 апреля самый ожидаемый мой концерт этого фестиваля к нам приедет киров потрясающая петербуржская певица алла туровская и уго гарсия трио наш друг аргентинский известный аргентинский барабанщик великолепный уго гарсия уже не в первый раз приезжает киров но в этот раз у нас прям собралась супер звездная команда уго гарсия на барабанах дмитрий лукьянов наш любимый кировский пианист пианист человек мира все что угодно да дмитрий лукьянов на фортепиано и контрабасист дмитрий семенищев петербургский родом тоже из вятки такой получается из разных совершенно уголков да 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 я говорю что этот фестиваль собрал музыкантов с трех континентов причем с очень отдален так что друзья тему какого-то пятого элемента там один элемент отсюда другой оттуда это и все это воплощается во что-то такое удивительное но в этом собственно ведь и есть основная задача фестиваля объединить музыкантов разных культур разных стилей и направлений в один какой-то как это слово я не знаю конгломерат я не знаю как это еще сказать музыкальный 20 апреля завершение фестиваля джаз вятка потрясающим концертом аллы туровской и уго гарсия трио и также подразумевается после концерта джемсейшн так что друзья не пропустите это событие слушайте музыку приходите на концерты мы продолжаем мы продолжаем конечно я думаю наши слушатели с нетерпением ждут продолжение розыгрыша и мы будем задавать вам сейчас вопросы николай вопрос еще еще один пожалуйста да скажите пожалуйста я все про всемирный день джаза какой музыкант российский был удостоен чести представлять россию в оон но как посол в юнеско в юнеско да простите не вон юнеско кто из россии представляет джаз в юнеско международной организации может варианты дадим все таки очень сложно как-то давайте давайте сообразим быстро игорь бутман даниил крамер и серёга шнуров и серёга шнуров или серёга шнуров хорошо крамер крамер или шнуров или шнуров алё добрый день мы вас слушаем рады вас приветствовать как вас зовут меня зовут михаил да отвечайте я предполагаю что это игорь бутман совершенно верно абсолютно да россию представляет игорь бутман долго уже много времени я думаю что с момента основания этого праздника пять лет назад игорь бутман был выбран как самый пожалуй известный самый самый российский титуловый авторитет музыкант михаил вы определяетесь с призом что хотите что хотите хотелось бы на выставку на выставку софронова на выставку без проблем без проблем пожалуйста пожалуйста никого не трубочку вам расскажут как получите ваш пригласительный билет к николаю голикову переходит очередь так у меня опять немножко рок-н-ролла попрошу включить еще один фрагмент да конечно сегодня роллинг стоунс что рулит я вообще их люблю между прочим звучит музыка из гимнов рок-н-ролла. Эта песенка так и называется. It's only rock-n-roll, but I like it, но я его люблю. В мимажоре жарит. А вопрос у меня будет очень простой. Дело в том, что у Rolling Stones был первый как импресарио, или не знаю, менеджер, с очень интересным именем и фамилией. Его звали Джорджио Гомельский. Джорджио Гомельский. Вопрос такой. Откуда Гомельский взялся? А взялся он из территории... Вот три варианта ответа. Он взялся из Италии, взялся из Белоруссии или взялся из Грузии? Вот откуда Гомельский взялся на горизонте у Rolling Stones? С подковырка какой-то, да? Безусловно. Зовут его Джорджио Гомельский. Да, и откуда же он взялся такой хороший? А, уже есть желающий ответить? Добрый день. Давайте общаться. Добрый день, меня зовут Олег. Олег? Да. Ну что ж, откуда у нас Гомельский появился? Ну, предположу, что я из Белоруссии. Первый ответ, к сожалению, неверный. Гомель, конечно, город Белоруссии. Осталась Италия и Грузия. Ну, давайте из Грузии. Вы угадали. Он родился в Тбилиси в 34-м году в территории Советского Союза. Слушайте. Гомельский? Гомельский, да. Звали его Джорджио Гомельский. Ну, так папа у него по фамилии Гомельский. Врач очень известный был. И в свое время успел до 1938 года покинуть эту страну. И поэтому дальше Гомельский уже жил в Швейцарии, потом в Англии, сейчас в Соединенных Штатах, где он, кстати, скончался несколько лет назад. Ну что ж, вы совершенно правильно ответили. Что вы хотели получить? Ну, давайте я поговорю... Хорошо, поговорите с нашим редактором. Владимир Звуланович. Давайте я поговорю с своим психоаналитиком. Нашим редактором. Ладно. Мой вопрос в честь Всемирного дня рок-н-ролла. Напоминаю, да, сегодня отечественные рок-группы. Я немножко подборку сделал. Вот сейчас прозвучит фрагментик. Совсем коротенький. Ваша задача продолжить, собственно. Пожалуйста. Утекай. Немногословен Илья Логутенко. Утекай. Ну что, заводите 211-101. Что, какие слова были и есть после слова утекай. Передо мной это и есть подсказка. Я не помню все досконально. Да, 211-101. Ну, все узнали песню-то, да? Группа Мумитроль. Группа Мумитроль. Песня называется Утекай. То, что мы не узнали, ты сам сказал уже. Осталось только продолжить эту фразу, да? Кстати, да, Николай, по опыту прошлых лет, да, фестиваля Джаз-Святка, действительно, внимание многие уделяют кировчане? Приходят активно? Да, на самом деле. Что за публика, да, вообще приходит? Публика совершенно разная. Абсолютно разная. Конечно, есть, ну, некий такой прям костяк сочувствующих людей. То есть, кто любит эту музыку, они посещают очень часто это очень многие мероприятия, вот. Но есть люди, которых мы видим впервые, и много молодежи приходит на мероприятия. Зал это полное всегда, традиционно? Ну, как сказать, ну, в принципе, да. На фестивальных мероприятиях всегда, как правило, довольно много людей. Ну, я так понимаю, все-таки у вас такая основная задача не собрать полный зал, а все-таки познакомить людей, порадовать этой музыкой, да? Показать, что она есть, что она многогранна и вознообразна. Привлечь к ней внимание, отвлечь внимание от совершенно каких-то ненужных вещей. Вот я, кстати, в своей лекции тоже буду об этом говорить. Вообще, зачем нужен джаз? Лекция будет, напоминаю, 16 апреля. В ресторане «Гауди» 19.00. Есть у нас, да, желающие ответы? Алло. Здравствуйте. Здрасте, как зовут вас? Елена. Ну, я говорю слово «утекая», а вы продолжайте. Подворотня нас ждет маньяк. А как насчет спеть? Что? А, у-у-у-ти-ка-ли, подворотня нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. На крючок. Красавицы уже лишили своих чар, и так далее. Ладно, достаточно. Что хотите получить? Если есть, на Семена Альтова. Ой, пожалуйста. Конечно. Пожалуйста, есть Семен Альтов. Семен Альтов. 21 апреля. Филармония. 12+. 17.00. Большое спасибо за предоставленные билеты. Кира в концерту и лично Руслану Мамедову. Фу, не успеваем, да, уже мы? Влад Янц, нашего звукорежиссера. Один? Один вопрос. Один. Но у меня еще есть один отрывок. Давай, я не покорочу. Ну, хорошо, давайте. Сейчас фрагменты. Ваша задача продолжить. Скоро рассвет, выхода нет. Ключ поверни, и... Ключ поверни, и... Одно слово осталось. Срочно звоните. 211-101. Группа Сплин. Напоминаю только, что сейчас прозвучало. С их, не знаю... Не подсказывай. Основной хит. Не говори. Не говори. Все уже. Основной хит. Все уже поняли. Сейчас срочно лискаю дяджеты, смотрю текст песен. И. И. Ключ поверни, и... Поехали. Потопали. Недавно же был день космонавтики. Во! Как недавно? Вчера вообще-то. Вчера, да. Куда уж недавний-то. Вот Юрий Алексеевич, он что сделал вчера? Ну, не вчера. Не вчера, а много лет назад. 57 лет назад, да. Он туда вот поехал или что? Ну, так-то уж тоже не подсказывает. Господи, ну... 211-101 у нас уже новость. Новости на подходе. Вчера весь день эта фраза звучала, это слово звучало вчера весь день. Слушайте, ну, обидно потом будет. Ну, у нас много еще призов осталось хороших. Что он перед тем, как махнул рукой-то, что он сказал? Книжки не разыгранные у нас еще. Театры вообще не разыгранные. Ой, 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 звонят уже, звонят, ура. Алло. Здравствуйте. Как зовут вас? Алёна. Одно слово, Алёна. Полетели. Ой, ура, все. Ключ поверни, полетели. Быстро с призом определяетесь. Ой. А, все, уже мы передаем ваш нашему, да, редактору, да. Ну что, еще раз призываем обратить внимание на международный музыкальный фестиваль «Джаз-Вятка» 2018 с 15 по 20 апреля. Спасибо Николаю Донецкому за подробный рассказ. Спасибо, друзья. На этом «Культпоход» завершается. И удачи вам, Николай. И вам также. Спасибо. До свидания. Я не прощаюсь, кстати, до программы «Союз нерушимый» через 20 минут. Культпоход.